Подтверждая старую истину о том, что не хлебом единым жив человек, Андрей Иванов первым местом остановки выбрал библиотеку в Новодарьяно. В 15-м году среди местных жителей и дачников прошел слух, что ее могут закрыть из-за ветхости. К счастью, эта информация не подтвердилась. И глава района, и глава поселения Марина Шибанова выступают за сохранение этого культурного объекта. Два человека, два, три человека. Это те, кто вновь записались, а число посещений это вот здесь, это дети. Старая библиотека, похожая на настоящую избу-читальню, любимая и посещаема и взрослыми, и детьми. Вопрос лишь в том, в каком формате ее сохранять. Возможно, удастся вдохнуть жизнь и в примыкающий к ней ныне пустующий фельдшерско-акушерский пункт. Думаю, что здесь может сработать как раз такой подход, когда мы объединим две этих территории, реконструируем или снесем и построим новое единое здание, в котором будет и детская комната, и медицинское отделение, ФАП в нашем понимании, и библиотека. Причем библиотека, скорее всего, она должна быть в новом стандарте, не только это библиотечный фонд, а больше акцент на помещение, в котором можно собираться, проводить лекции, проводить творческие встречи с интересными людьми, проводить свободное время здесь за общением между собой. Жители пригласили главу на расположенную по соседству детскую площадку. Ей тоже требуется реконструкция. Но сначала необходимо поставить землю на кадастровый учет. Тогда сюда можно будет вкладывать бюджетные средства. Следующий пункт остановки – водозаборный узел. Здесь, в соответствии с целевой программой «Чистая вода», после реконструкции начала работу новая станция обезжелезивания. Качество питьевой воды в Назарьево заметно улучшилось. Из нее исчезло не только жилето, но и фтор. С два с половиной года было потрачено около двухсот миллионов. Переложили и трубы, сделали центральный тепловой пункт. И в данном случае мы говорим о водозаборном узле со станции очистки, которая позволит обеспечить качественной водой население порядка трех с половиной тысяч человек. А также пансионат. Вместе с главой района ВЗУ и тепловой пункт осматривал генеральный директор государственного предприятия «Мособлгаз» Дмитрий Голубков. Для стабильной работы газового оборудования качество воды также имеет принципиальное значение. Оборудование часто тонкое. И, соответственно, подача очищенной воды является очень важным моментом. Сейчас проходят активные реконструкции в районе. На текущий ремонт и на капремонт поставлено большинство котелин по тепловыработке. Поэтому их своевременный ремонт и подготовка к зимнему периоду является сейчас нашим приоритетом. Поэтому все в работе, все активно к этому готовятся. Особое внимание Андрей Иванов уделил состоянию местной школы. Здесь очень сильный педагогический коллектив, а учителя начальных классов пользуются заслуженным родительским уважением всех близлежащих поселений. Однако состояние самой школы далеко от современных стандартов. Я считаю, что здесь нам никак не выкрутиться, а только строить новое. Причем я так понимаю, что глава поселения уже проговорил это с родителями, директор школы, о том, что пока мы будем строить, если мы начнем, то на месте как раз старшей школы, то детей, родители готовы в течение года-полутора возить в соседнее поселение, готовы пойти на эти неудобства, лишь бы мы построили новый объект. Что касается территории, прилегающей к культурно-спортивному комплексу Назарьевский, то ею здесь сегодня вполне заслуженно гордятся. Центральная точка поселения выглядит нарядной и ухоженной. От тротуарной плитки, фонтаны и эко-парковки до последней лавочки. Мы сегодня ставили перед собой цель посмотреть, как развивается поселение. Для нас очень важно, чтобы развитие было не только в крупных городах, но и в таких населенных пунктах небольших, где живет 3000 человек, 5000 человек прописано, чтобы все те стандарты, которые мы предъявляем к району в целом, к столице, к городу Одинцова, они также работали и на территории. Хочу сказать, что по всем направлениям ведется работа. За эти два с половиной года значительные изменения. Не могу не сказать о благоустройстве, которое мы здесь видим. Я помню еще, когда были мои выборы, я объезжал территорию, знакомился. Ну просто небо и земля. В ближайшее время серия инспекционных объездов поселений района продолжится. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.